И про фондовый рынок могу рассказать, про рынок акций. Потом. Нет, я предпочитаю. Лена Михайловна, очень рада, что вы участвовали в этом таком замечательном проекте. Как вообще вам технология SkyWay? Вы о ней уже слышали? Я люблю все нестандартно, я люблю все прорывно. Я считаю, что эта технология, в принципе, прорывная. Я вот уже, как я и говорила, о том, что я впервые задумалась о нестандартных видах транспорта, когда смотрела передачу про тундру. То есть там дороги не могут быть построены. Территория России, она абсолютно разная. И когда вот я рассматривала нетрадиционные территории, там я уже видела некоторые зародыши этой идеи. Что касается SkyWay в городской стране, конечно, для меня это первый ракурс был такой несколько неожиданный. Но я считаю, что в сочетании грузоперевозок, транспортных перевозок, нестандартные маршруты, комбинация разных вместимостей, скажем, да, класса А, Б, Ц. То есть, понимаете, нужно рассматривать вопрос не просто так, эффективен этот вид транспорта или нет, а в какой комбинации, в какой модульной комбинации, в какой временной комбинации, в какой пространственной комбинации он будет максимально эффективным. Какие-то идеи сегодня звучали уже. Да, замечательно. Вы очень хорошо сказали, что здесь у нас не игра, что мы не играем. И как Вы считаете, SkyWay это все-таки не игра? Вы знаете, я ведь не, я хоть и дважды доктор наук, но я же практик, я была обучена в стиле замгенеральной директора по экономике строительной компании, поэтому я это все очень чувствую. И практика, я даже статистудент, тоже когда преподаю, практика меня научила не только разрабатывать проекты бизнес-плана, какой-то идеи, но и формировать проекты бизнес-плана под запросы инвестора. Поэтому я не вернусь к первой части своего ответа. Этот проект можно сделать эффективным. Можно сделать эффективную систему управления. Скорее всего, мне сегодня, если, вот Ваш следующий вопрос будет, что мне не хватило, мне не хватило умного управления. То есть когда бы скорость, как на конвейере, конвейерировалась в зависимости от грузопотока, от людопотока, вместимость, там, я не знаю, какая-то этажность, контейнерные перевозки разных форматов. То есть, Вы понимаете, это должны быть трансформеры какие-то, вот такие, то есть мне не хватило опыта, как говорят, умный дом. Вот мне вот этого сегодня у студентов немножечко не хватило. Я, насколько поняла, сегодня Вы первый раз познакомились с этой технологией, вот так вот глобально, скажем, настолько, насколько это сегодня возможно было глобально. И на самом деле, вот все, про что Вы сказали, у нас это есть. Вот все разработки, немножко просто побольше информации. Мы готовы Вам предоставить побольше информации о нашем проекте, потому что проекту уже почти 40 лет. Я прощу прощения, я вот уже с Викторией Леонидовичем как раз говорила, я предложила построить Skyway от станции Ботаническая до Екатеринбурга, Экспо, когда у нас первый разговор, поэтому... Если это в аэропорт пойдет... А мы так и говорили, да, мы так и говорили, да, но там надо будет не прямой перпендикулярный поток рассматривать, а несколько сложно, чтобы затронуть вот эти все логистические центры и так далее. Опять-таки же я говорю, да, я же говорю, да, как конструктор, как лего собрать... Дело замалово, переломить мнение... Да, да, в самом деле самое главное, что мы уже этим занимаемся, и с Вашей поддержкой, и с поддержкой, и Вам это понравилось, это здорово. Я думаю, что все вместе мы сделаем это, пробьем это. Спасибо. Благодарим. Благодарим. Спасибо вам большое. Спасибо.